Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, с вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Посмотрим сейчас, что у него происходит в других отношениях. Тема очень актуальна для многих, но просмотров не так много, поэтому с этим у нас закавыка. И не сказать, что я очень уж люблю эту тему, но тем не менее, в случае бывают всякие. Мы здесь смотрим со стороны, просто со стороны информацию, не беря на себя никакую сторону. Могут смотреть и жены, и любовницы, и просто женщины, которые не могут поделить одного мужчину на двоих, а то и на троих. Поэтому давайте, дорогие, сейчас войдем в состояние дзен все, сгармонизируемся, король чаш выпадает. Сам выпал, вышел. Мужчина любвеобильный, мужчина любящий женщин. Он не может без внимания, ему мало одной женщины. В любом случае, по-любому, как говорится. Так, и гармонизируемся. Подумайте о человеке, который вам нравится, который сейчас другой женщиной. Посмотрим его отношение к вам и посмотрим отношение к той и к другой. Вы будете слева, та другая будет справа. Итак, ваша позиция, ваши мысли об этом человеке. Мысли другой дамы. Итак, что про этот союз? Вы не готовы слишком-то уж сейчас эти отношения развивать. Вы находитесь в стадии, да, вы смотрели в одну сторону, да, вы когда-то могли... Очень многое делать для этого человека и для ваших отношений. Сейчас ситуация поменялась. Я не вижу развития. Вы как бы себе сами, наверное, в мыслях говорите, что пока что-то тут не то. Не то, да. Кто-то из вас уже устал, кто-то просто не видит необходимости слишком много работать и стараться. Потому что здесь либо нет от человека отдачи, либо пока вы смотрите в одну сторону, но вы не вместе. Просто вот просто смотрите в одну сторону и всё. Как такового объединения пока не видно, но это только мысли. Может быть, вы и понимаете, что нужно работать, но это нужно, чтобы было обоюдно. Как ни крути. Та сторона, во-первых, она вокруг да около ходить не будет, не хочет. И, знаете, там собственничество идёт очень сильное. Человек, она, скорее всего, зависимая от этих отношений. Вообще, если моё, то моё, там может вцепиться мертвой хваткой просто. И она будет делать вид, что она ничего не понимает, не замечает, будет смотреть так как бы с прищуром, да, со стороны. Здесь серый кардинал делает вид, что всё в порядке, на самом деле там далеко не в порядке, да. Подстраивается, делает вид и как-то тихой сапой пытается что-то руководить, манипулировать. Давайте посмотрим, мужчина как себя проявляет в целом. У него идёт полный перезагруз, посмотрите. То есть он как бы с этой двойной ситуацией не справляется. Это может быть, кстати, и как между молотом и наковальней находиться, так, возможно, и пристрастие к каким-то негативным средствам, влияющим на психику, да. То есть может что-то там, как бы не ушёл он просто вот туда пониже, не сошёл, как говорится, с пути истинного, да. То есть мужчина может вообще уходить в какие-то свои собственные непонятные состояния, потому что ему почему-то эта ситуация тяжела. Зачем же двоих-то заводил, али троих, да. Хотя, конечно, может быть, он ушёл, потому что полюбил, но это не обязательно. Тут могут быть другие причины. И вот, посмотрите, он тоже понимает, что нужно что-то делать, нужно работать, но он не может понять, над какими отношениями и вообще куда ему бечь. Скорее всего, он уходит просто в работу, в какие-то занятия. Ему важно, чтобы была надёжность, чтобы было куда приходить, чтобы был дом полная чаша, вот как-то так. Но только не в плане эмоций, дорогие. Даже несмотря на то, что он вышел королём кубков, всё равно ему важно, чтобы была стабильность, чтобы его ждали, чтобы там, где у него есть дети, там ему, конечно, всё-таки лучше находиться, потому что нам здесь показывают, да. Если они у него, конечно, есть. Так, давайте посмотрим ваше чувство. Ваше чувство. И чувства этой женщины. Здесь, со стороны женщины, это, кстати, мог быть и курортный роман, либо по службе служебный роман. В любом случае, здесь тяжело, тяжело тащиться этот груз. У вас тоже ситуация, что воля, что неволя. А давайте посмотрим теперь, что он к вам чувствует, и что чувствует к той женщине. К вам здесь затишье, здесь некая усталость, нужно подождать немножечко, отдышаться, да, ну как бы приелись, объелись в этих отношениях. Вроде как вот здесь идёт на паузе, на стопе и отстраниться, да, понаблюдать со стороны, что будет. Здесь тоже пентакли, но здесь туз пентакливый. Десятка. И очень похоже на то, что там всё-таки какие-то отношения. Может быть, у той женщины, как бы семья, и он может своих, может её общих там, их детей или общих её детей воспитывать. Вы понимаете, там на данный момент больше прочнее стабильность, нежели с вами. Вот и всё. А так пока особых. Мы не видим здесь чувства. Чувств нету особых. Хотя опять же он король кубков. Он сам себе противоречит. Да, ему нравится внимание. И комфорт ему нравится. Он не настолько расчётливый. Он немножечко даже, может быть, более эмоциональный, чем нужно. Но мы не видим здесь приятных чувств. Всё равно он через призму материального смотрит. Давайте посмотрим его мысли в отношении вас и в отношении этой женщины. Слушайте, как интересно. Здесь, значит, как любовный треугольник он видит. И есть третий. Вот он с этой женщиной. Здесь непонятно. Девочки, кто вы, жёны? Или кто вы, вы смотрите? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Но здесь мужчина всё равно грубее. К вам он лучше и мягче. Здесь он прям такой, он рисковатый, может быть. И, знаете как, даже делать больно. Возможно, он с вами и та знает об этом, когда он с вами. И вообще, либо знает она о вашей связи. Вот. У вас здесь по лёгкости, у вас здесь солнышко, ему с вами лучше, он думает об этом. Что ты мог бы сделать сейчас? Как бы ты мог объясниться бы перед вами и перед той женщиной, что он может сделать и как он может объясниться? Так, вот здесь, кстати, смотрите, здесь всё равно идёт. Здесь либо как-то, каким-то образом мужчина был возвращён, если это семья, то в семью, либо в отношения. Здесь какие-то могли быть, ох, по мечам здесь, и король мечевой, и королева мечей. Здесь, знаете, они одним вот миром мазаны, да. Здесь энергетика очень сложная. С одной стороны они друг друга даже стоят. Вот так можно сказать. Они оба друг для друга дерзкие, резкие, и тут очень много деструктива в этих отношениях. А вот к вам, тут даже не надо там, что он может сделать, вот уже, вот просто информация такова, и всё. К вам что? Что он может сделать, или что бы он мог как бы себя проявить? Отшельник. Отшельник. То есть он наблюдает за вами со стороны, он сам избрал этот путь, сам как-то ушёл, да. Может быть, вы его, конечно, выгнали, но тем не менее. Он может показать, что он одинок вам, что там всё плохо, да, и он наблюдает за вами, и он сам в таком воскетичном настроении держит вам свечку. Наблюдает, смотрит, одна в этом не одна. У вас старшие арканы, у вас здесь, конечно же, намного интереснее ситуация, более значимая для него, для вас. Так, что он сам себе там думает на уме? О, сам себя не понимает здесь аркан-луна. Погряз в своих мыслях, эмоциях, чувствах, непонятно в чём, что в нём там творится. Он пытается разобраться, но он сам себя не поймёт. Здесь всё, знаете как, покрыто мраком, очень много скелетов в шкафу, на подсознании, что там творится. Он, по сути, себя никак выразить-то не может. То есть здесь идут страхи, идут некие установки, ещё с раннего возраста, может быть, да, там что-то есть, то, что не проработано человеком. Может быть, он слабину даёт и ищет какое-то покровительство, даже женское для себя, да. Не всегда понятно и адекватно себя может вести, ну, как бы он король чашевый, да, и очень много эмоций, капризы, может вот такое что-то выдавать на гора. Пока по императору-то мы его здесь не увидели, да, что он принимает чёткие взвешенные решения. Хотя вот здесь вот опять же есть мечевой король, но опять он сам себе на уме эгоистичен и злобен, бывает, вот, по отношению к той даме. То есть он к вам может проявиться, но к вам он так не проявляется. Всё равно мы видим, у вас динамика-то более положительная. Хотя вы тоже можете сейчас быть вот прям не вместе, и мужчина, он как бы отстраняется, он всё избрал, путь одинокого, странника, волка и так далее. Несмотря на то, что есть там другая женщина. Так, что бы он хотел от вас и от той женщины? Вот здесь он выходит пентакливым. Он хотел бы быть понятым, во-первых, вами. И самое интересное, вот опять же монетки, да, хотел бы, чтобы вы ему дали возможность долго думать, долго принимать решения. Здесь ситуация такова, что он не даёт залезть себе под душу. Вы знаете, вот там отношения, это вообще какая-то скрытость на скрытности. Радости нет. Счастья, веселья мы не видим, любви тоже. Почему эти люди вместе? Ну, здесь судьба просто, понимаете, и то, это здесь отработка уроков, кармическая отработка идёт. Ну, цикличность вниз, даже сейчас он больше там. Это сложные проработки, это отдача кармических долгов, может быть, между этими людьми и прочее. То есть там судьба у них по-своему их свела, и поэтому им не надо их брать, их карму на себя, скажем так. Пусть сами разбираются, пусть варятся в том, в чём они варятся. Здесь он хотел бы для вас быть постоянным, значимым. Всё-таки какая-то константа должна быть по Пентаклям. Старший Аркан достанем. Ну, вот Иерофан перевёрнутый, дорогие. То есть это всё-таки не... Здесь он не соблюдает традиции в отношении вас. Если вы смотрите супруга, он эти рамки нарушил. Хотя здесь, похоже, может быть, он на две семей мечи или на два каких-то таких брака, как их называют, гражданские. Так, ну-ка ещё покажись сам. И две карты вышло. Что там у тебя на уме? Он хочет с кем-то закончить и не может. Вот ему нужно определиться, потому что здесь есть второй шанс на отношения с кем-то улучшить или ухудшить. Здесь мы видим вообще сложности. Ну и с вами тоже. Знаете, здесь, как говорится по-русски, хрен редкий не слаще. Что тут воля, не воля? Что здесь воля, не воля? Ну вот, очень непонятная позиция. Ну скажи ты свое веское слово. Что же это такое мяуля? Он как-то для себя, знаете, много чего добился, но он недоволен результатом, можно так сказать. Хотел бы ты улучшить отношения с девушкой, которая спрашивает тебя, с той женщиной. Что у тебя здесь? Хотел бы ты тут улучшить эти отношения. Здесь аркан смерти. Здесь большая трансформация происходит, да? Здесь нужно решить что-то, чтобы вот все, если прекращать, то прекращать. Надо проработать вопросы различные. То, что по колесу, там, в общем-то, хватает разбора полетов, да? Уфа же здесь идет. Вы знаете, все-таки как кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. у вас здесь не равноправный обмен энергиями, вот нет равности какой-то. Все равно здесь кто-то больше страдает. И девочки, ну, очевидно же, что это вы. Вы помогаете больше, даете больше, отдача с вас. Вот пока он не может дать приближение особого, да? Сближение. Дорога еще между вами какая-то, или же... Да, девочки, вы еще и чашевая вышли. Вся такая мягкая, добрая. Нельзя сказать, что пушистый, а вот он вам, видите, в принципе, здесь он мечевой идет в обратном значении. Такой, вредный. И к вам то же самое, девочки. Не так, как здесь, чуть получше, но, еще раз повторюсь, хрен редьки не слаще. Все равно этот мужчина капризный, эгоист. Он любит, нравится, он любит, когда окружен вниманием женским. Похоже, что он не понимает, как он может ранить вас, да и ту женщину тоже. Что ты там понимаешь себе? Он такой в уныне, он весь в печали, посмотрите. Он ждет еще какого-то шанса. Да. Только думать ему надо хорошо. так, еще один старший аркан из другой колоды на этого красавчика. Так, девчата, не хочет появляться. Посмотри, какой вреден вышел. Эти, да, в разных... Вот, здесь умеренность. Умеренность, девчата. это... То есть, особо он не спешит, он никуда не торопится, если честно, да. Вот он такой весь... Может быть, даже строит из себя мужчину правильного, гармоничного, дипломатичного. На самом деле, конечно же, это не так. Ему еще учиться и учиться, да, для того, чтобы... до того состояния, когда можно... Чтобы с ним было комфорта, да, когда можно какие-то выводы делать, да, что человек духовно продвинутый, что он честен и с вами, либо с той женщиной, да, что он расставляет все точки над... И ему еще нужно этому научиться. Вот его задача такая. И давайте возьмем рекомендацию для вас. Что вам делать? Девочки, у вас тоже 50 на 50. Что там особо делать вам? Здесь идет отстраниться. Это больше... Была страсть, но она очень быстро как загорелась, так могла и потухнуть. Здесь нужно быть очень мудрой и у вас еще будет возможность использовать свой шанс. Какой-то шанс, мы не знаем какой. Ну, вот дороги. Дороги здесь. Дороги могут быть открыты, могут открыться, да, у вас нет перекрытия какого-то такого сложного прям, да. То есть вы сами должны немножечко чуткость проявлять, интуицию свою слушать, да, и не раскрываться, не раздаривать себя уж просто так, да, переживать как-то, потому что вы будете своей энергией кормить вот эту даму и каким-то образом таким вот улучшать даже немножко их отношения. Поэтому не давайте себя использовать, как говорится, да, вашу доброту и прочее. Будьте умнее, мудрее и немножечко здесь показано, что нужно отстраниться. Но опять же, эта карта показывает, а вот как будете делать вы, дорогие, это уже вам решать, да, это решать вам. Расслабьтесь, отдохните. Здесь вам нужно обязательно провести как-то очень хорошо время, приятно для себя. с друзьями встретиться девочки. Вам нужны положительные эмоции. Возможно, кстати, вы еще познакомитесь с интересным молодым человеком или просто с мужчиной, да, с интересным на какой-то вечеринке при каком-то отдыхе, при расслаблении, при встрече с друзьями. Пожалуйста, вот вам такая информация на сегодня, на сейчас. И я надеюсь, что вам было интересно, полезно. Вы с удовольствием напишите ваши комментарии, да, как и что у вас. Ну что, и подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Буду очень вам рада. Делитесь моими видео со своими друзьями. Это тоже помогает продвижению канала. Ну и до новых встреч. Вот я заканчиваю видео, да, меня Коша начинает уже второе видео подряд. Очевидно, вам большие приветы передает. Причем я ее завон, а приходит уже в добром расположении, да, туда так дико орет, типа про меня забыли. Ну вон, слышите? Да. Потому что вам большой привет, нос по ветру, хвост пистолетом. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok